Здравствуйте! И водители жалуются, и, наверное, инспекторы ГИБДД тоже не согласны в каких-то моментах спорных, которые возникают. И все-таки, чем чаще всего недовольны водители и с какими проблемами вам приходится сталкиваться, чтобы разъяснять им эту ситуацию? С участниками дорожного движения зачастую возникает у нас несогласие, это управление транспортным средством, нахождение за управлением транспортным средством не собственника, а владелец транспортного средства. Возникают такие случаи, что транспортное средство у нас продается, составляется договор купли-продажи, и в течение 10 календарных дней, 10 суток транспортное средство не переоформляется на нового собственника, владельца транспортного средства. И вот этот период управления транспортом, значит, фиксируется административное, фиксируется правонарушение, и приходит владельцу, собственнику транспортного средства, который еще не переоформил. То есть, получается, два собственника, ну, условно говоря, как бы то есть два, да? Один еще не вступил в права, другой уже не является собственником, а приходит это все к бывшему, да? Да, я хочу пояснить следующее, что вынесение постановления осуществляется у нас по информационной системе госавтоинспекции регистрации транспорта, автомототранспортных средств. Значит, и когда происходит сделка купли-продажи, то еще на тот момент, значит, транспортное средство числится в информационной базе данных госавтоинспекции за предыдущим владельцем. Поэтому я рекомендую всем, значит, владельцам, собственникам транспортных средств информировать покупателей о том, что необходимо в течение 10 суток переоформить транспортное средство, перевести на себя и контролировать тем собственникам, которые продали. Сейчас контроль осуществлять можно по разным, значит, системам, в том числе и можно зайти на сайт ГИБДД и посмотреть все свои административные штрафы. Но, может быть, они говорят, что достаточно сложно, там очереди какие-то, вот в течение 10 суток они не успевают там оформить или еще что-то. Или сейчас с этим проблем нет? Приехал, тут же переоформил и все. Это просто-напросто, ну, скажем так, безлаберность людей. Это просто отношение владельцев, она не запрещает эксплуатацию транспортного средства, получая свидетельство о регистрации и все документы на транспортное средство, она собственникам по договору эксплуатируется, тем самым не запрещает эксплуатацию. Но это тем самым дает какие-то неудобства прежнему собственнику транспортного средства, на которую приходят штрафы. А что касаемо переоформления, очередей нет, вы можете обратиться на сайт, записаться в госуслуги и переоформить транспортное средство, вне зависимости от муниципалитета нашего края. Но все-таки что делать, если вот постановление получил прежний владелец, что ему делать? Значит, необходимо в данном случае собственник, владелец транспортного средства освобождается от административной ответственности, когда в рамках рассмотрения жалобы, значит, будет подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что собственник не управлял владелец транспортного средства. Ну и все-таки как проверить наличие неоплаченных штрафов? Давайте еще раз напомним. Для того, чтобы проконтролировать свои штрафы, собственник транспортного средства необходимо обратиться на сайт гибдд.ру, либо записаться в госуслуги, зарегистрироваться, и там можно посмотреть. Услуга наша включает не только данные о штрафе, но и фотографии. Можно посмотреть движение, куда транспортное средство на тот момент двигалось. То есть все, в принципе, сейчас фиксируется, и все это можно наглядно увидеть. А можешь сказать, что это весь город сейчас охватывает уже фото-видео фиксации, или все-таки нет? Ну, я могу сказать, что это не только город Барнаула, это и федеральные дороги, и краевые дороги нашего края, и город-города, это в том числе и город Бийск. В 2016 году запущен у нас стационарный комплекс, и перспектива города нашего райцентра. Ну вот все-таки объяснить людям, а если они и продолжают, скажем так, не переоформлять, что там дальше? Это уже штрафы, это штрафные санкции, или вообще автомобиль могут потерять? Что пояснить? Что касаемо неоплаченных штрафов, значит, неоплаченные штрафы у нас направляются информацией судебным приставам. Судебные пристава, они уже начинают? Они начинают, они начинают работать, и тем самым эти штрафы, которые неоплачены, вызывают, приглашают и вызывают их, установлено в законодательственном порядке. Ну а все-таки куда обращаться в случае несогласия? Человек несогласен, там спорные же вопросы тоже бывают, да? В случае несогласия с административным правонарушением, с внесенным постановлением, гражданину необходимо обратиться с жалобой, с жалобой на постановление, изложив в ней все те данные несогласия своего, которое будет рассмотрено с уведомлением, в котором будет указана дата и время рассмотрения, будет приглашен, значит, собственник транспортного средства, обратился с жалобой, и в дальнейшем будут приняты процессуальные решения. Много подобных нарушений? Или это, в общем-то, не настолько там актуально? Или все-таки это достаточно часто возникает такие моменты? Возникают довольно-таки часто вот эти спорные ситуации. В основном у нас еще идет продажа и купли автомобилей, это других субъектов Российской Федерации, что приводит, конечно, к такому некомфортному, как бы, сложившейся ситуации, такой некомфортной, что владелец, допустим, с Владивостока он продал, а ему штрафы идут с Алтайского края. Это некомфортно, конечно. Он не может сюда и прибыть для того, чтобы доказать и, значит, ну, тем самым мы рассматриваем вне зависимости, информируем собственников, что есть порядок прекращения регистрации. И в рамках рассмотрения, значит, жалобы собственника мы рекомендуем обратиться в регистрационное подразделение, регистрационное экзаменационное подразделение по месту нахождения для того, чтобы прекратить регистрацию. То есть, даже, в принципе, так можно решить вопрос, как вы сказали, да, действительно, собственник живет на Дальнем Востоке, машина в Алтайском крае, не обязательно ему ехать сюда, да, вот, может быть, люди даже этого не понимают, да? Ну, в основном, да, никто не приезжает, но пытается нам донести это в жалобе, ту информацию, ну, если что-то необходимо нам дополнительно в рамках рассмотрения, мы общаемся по телефону и тем самым выясняем ту ситуацию, которая, как бы, привела к данной жалобе. А бывают ошибки, вот, фото-видеорегистрации тоже, ну, вот, люди, может быть, не тем присылают, скажем так, эти письма счастья, но тоже такие моменты тоже бывают, наверное. Ошибки, значит, ошибки допускаются, это использование, использование государственных регистрационных знаков, значит, не принадлежащих транспортным средствам. Существуют, значит, такие у нас, как бы, как бы вопросы по вынесению, использование этих знаков, но мы пресекаем их, пресекаем, значит, ориентируем личный состав, этим самым задерживаем и приводим все в соответствии. Сергей Петрович, а вот данное постановление, можно с какой-то скидкой, допустим, оплатить или нет? То есть я услышал просто такой момент. Значит, наши постановления, они не отличаются от тех постановлений, которые выносит инспектор дорожно-патрульной службы, поэтому они также, гражданин, собственник транспортного средства, имеют право на 50-процентную оплату данного штрафа. Значит, мы предусмотрели в данном постановлении, прописали, значит, до какого, даже там прописали дату, до которой возможно оплатить 50% штрафа. А вообще оплата штрафа производится с момента вынесения в течение 20 дней. Ну и тоже надо напомнить, что если человек не платит штрафы, у нас же тоже есть люди, у которых десятки неоплаченных штрафов, они тоже несут достаточно большое ответственность, что это не шутки, да? Да, ну на сегодняшний день люди стараются оплачивать, значит, видно и по оплате штрафов видно, что оплачивает. Ну, конечно, необходимо в сроке оплачивать, чтобы не было никаких проблем при эксплуатации транспортного средства. Сергей Петрович, а какие еще виды нарушений фиксируются видео и фотоаппаратурой? Значит, основные виды нарушений – это превышение скоростного режима, но, однако, на сегодняшний день у нас установлены два, значит, комплекса, которые на сегодняшний день работают в тестовом режиме, и они фиксируют нарушения, это проездно-запрещающий сигнал светофора и соблюдение стоп-линии на перекрестке. Большое спасибо вам за такую содержательную беседу. Давайте еще раз напомним нашим автовладельцам, что не нужно затягивать вот эти вот все связанные с законом, да, с передачей транспортного средства, да, и если что, информацию можно найти, любую информацию на сайте, наверное, да? На сайте гибдд.ру. Оплачивайте штрафы. Спасибо большое за беседу и до новых встреч. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД по Алтайскому краю Сергей Петрович Овсяников. Спасибо за внимание, до встречи. Спасибо. Спасибо.